Вячеслав Котляров Один из самых популярных вопросов, часто задаваемых, как самостоятельно подключаться к информационному полю. Но помимо оберега, который выступает в роли непосредственно антенны, существует еще более эффективный способ, насколько мне известный. Чем я больше отдаю знания, тем я больше получаю новых. Это закон Вселенной. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Если перенести на современные реалии, компьютерные, в нашем мозге это операционная память. Знания, скажем так, содержатся в этой операционной памяти. И чтобы новые получить, нужно отдавать предыдущие. Тогда место для новой информации будет. Ну, то же самое с жестким диском. Чтобы занести информацию на жесткий диск, вы должны почистить предыдущую информацию. Это, кстати, было давно известно и темным. Они же, как бы, зная, что нарушают закон основной. Пирамида же держится каким образом? Низы получают знания, и поэтому верхи стоят, так сказать, твердо на высоте, на верхушке. А когда они перестают давать знания низам, пирамида начинает сплющиваться. Парадокс заключается в том, я неоднократно говорил, что информацию как вбрасывают и светлые наши, так сказать, земные просторы, так и темные. Причем темные, что у них же всегда хитрый ход конем. Они дают знания, но никогда их сильно не разжевывают. И всегда используют такой термин. Ну, к этому вы еще не готовы. Я вам скажу, люди уже готовы ко всему. Вот на данном этапе нашей ячейки любая сногсшибательная, шокирующая информация будет воспринята. Другое дело, что псевдоконтактеры, которые коннектятся и видели, наверное, не раз сеансы, им задают конкретный вопрос. Контактер, кавычка, говорит, люди к этому еще не готовы. Когда нечего сказать, тогда приходится говорить, люди к этому не готовы. Вот я сегодня с Сергеем обсуждал, как еще выйти дальше за пределы космоса, чтобы снять нормальный фильм. Но он сказал, что это замечательно, но нужна подготовка. Сразу так наваливать информацию не стоит. Хотя, в принципе, какую информацию мы собирались наваливать? В моем ролике «Каменное сердце» эта информация, в принципе, изложена в относительно полной мере. То есть, наша Земля, чтобы легче было понимать, это сердце Бога. Но можно еще и дальше, как говорится, копать. Как я привел пример неоднократно, если мы посмотрим на руку, мы ничего не увидим на руке. Если мы возьмем микроскоп, мы увидим микробы. Так вот, наша планета на чьей-то руке – это такой же микроб. Ну, я понимаю, это может выносить все сознание в определенный круг у людей. Ну, надо именно воспринимать Вселенную именно таким образом. Ну, если на наш маленький уровень перейти, то, несмотря на насколько бы Вселенная была необъятная ни вверх, ни вниз, неоднократно говорил, буду повторять, что руки мы при этом не должны опускать. Потому что знающий человек и не действующий несет больше ответственности, чем человек, который находится в невидении. Поэтому, когда мне говорят «польза от информации», ну, я озвучил, «польза от информации» – это здоровье. Ну, и у любой медали есть две стороны. Также эта информация может являться для определенных людей негативом. Так как есть люди, которые слушают, причем я вот смотрю по комментариям, получается, как в той поговорке, «Ежики лезли на кактусы, плакали и при этом все равно лезли». То есть есть, в кавычках, назовем «недоброжелатели», которые смотрят мои ролики и при этом еще успевают в комментариях сквернословить. Если хотя бы одному злопыхателю показать кармические раскладки даже за самое невинное оскорбление, он бы, конечно, был бы в шоке. Ну, это классический вариант, вы же помните, в наших же сказках все это описано. То есть, появляется в лесу Дедушка Мороз, зимняя ипостасия Велеса. И вот он проверяет одну девушку, которая в лес пришла, как она к нему отнесется, вторую. И есть очень много людей, которые выступают в роли, скажем, по земным меркам тестеров. То есть, неебесная канцелярия иногда сомневается, как поступить. И поэтому присылается много людей. И поэтому проводятся своеобразные тесты. Я как-то, меня критиковали, опять же, в 16 лет очень много я там писал стихи, и мне их критиковали. Потом меня как-то перемкнуло на одной мысли, что я на правильном пути. И вот до сегодняшнего дня у меня так и остается. Если меня критикуют, значит, я делаю все правильно. Но это возможно только в моем случае. Потому что я вообще, опровержение классической поговорки «Под лежачий камень вода не течет», «Без труда не выловишь рыбку из пруда» и так далее. Все по щучьему велению, по моему хотению. Подытожим. Откуда я беру знания? Первое. Информационное поле. Второе. Люди в генах имеют огромное количество знаний. Я считаю как из себя, так и из собеседников информацию. Третье. Архивы на космическом корабле. Архивы доступны небольшому количеству землян. Под названием «Луна» скрыто оригинальное название «Арк-месяц». Возможно, кто-то сочтет, что это моя фантазия. Но как же быть тогда со знаниями, которые я сообщаю? Красноречиво говорят уже не десятки, уже сотни писем. Смысл и посыл этих писем один. Ваша информация интересна и необычна. Такого раньше нигде не было. Ведь до вас было столько медиумов, контактеров, ясновидящих, эзотериков, провидцев, экстрасенсов. И ничего подобного они до вас не говорили. Еще один из толповых получаемых знаний – это этика. И нравственные ценности и принципы. Моральные качества. Как на самом деле и в реале выглядит наша планета, можно увидеть на данный момент только с Луны. Тонны редких знаний можно получить исключительно в недрах Луны. А именно в архивах, по нашему база данных или библиотека. Мой ролик «Экскурс недра Луны» всерьез воспринимает немного людей. Но не вижу в этом ничего страшного. Далее в записи пойдет фрагмент из ролика, который был опубликован 26 января 2016 года. Назывался он «Луна-межгалактический корабль. Экскурс недра Луны». Тех, кто его уже слышал, смотреть не обязательно. Тех, кто впервые слышит о нем, я деликатно рекомендую его к изучению. На нашей огромнейшей планете находятся миллиарды сот. В каждой соте шестигранной есть ячейка. В каждой ячейке находится по одной земле. В каждой земле по три солнца. Помимо этого, по этим трех ячейкам ходит одно основное солнце – Ярила. Поэтому иногда мы видим в небе два солнца одновременно. лампочку солнца, а также видим гигантское солнце – Ярила, которое отвечает за времена года. Данную информацию невозможно получить ни в одной земной библиотеке мира. Да, вот так вот и выходит, что последний месяц я делюсь, уважаемые зрители и слушатели, той информацией, которая мне понравилась. Сегодня 25.05.2016 года. Около полночи. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что меня слушали. Благодарю за внимание.